Мы учли ваши комментарии и критику, а потому выпуск, посвященный юбилейной 20-й игре, будет без вступительной заставки. Хотели? Получили. В предыдущих сериях. Мой агент может взять тебя на работу. Тогда ты получишь пропуск в телестудию. А кто ваш агент? Дилан Пауэрс. Если я буду открывать дверь каждому актеру в этом городе, то я вообще не смогу работать. А дел у меня хватает. Вы ведь Нэнси Дрю, правильно? Мэти сказала, что вы очень талантливы. Я с удовольствием поищу работу юному дарованию. Он думает, что быть актером – это статус, а не искусство. Рик-карьерист, который использует любую возможность, чтобы подняться по служебной лестнице. Я проводила собственное расследование. Я находила все новые, новые улики. А вчера вечером я получила письмо с угрозой. Никогда бы не подумала, что это может быть он. Ты уверена? Мне кажется, это... Дилан Пауэрс. Вы раскрыли дело. Ральф, действуйте. Забудьте об этом. Теперь Дилан в надежных руках. Телекомпании... Кто проживает на дне океана? Представляет. Дженни, перестань ссориться с сестрой! Сегодня мы присоединяемся к нашей главной героине Нэнси в ее очередном приключении на забытом острове, где ей предстоит отдыхать, расхаживать по розовому пляжу босихом, любоваться бирюзовыми волнами, тропическими закатами и каждый день питаться как королева. Как эта записка мадам Изабеллы оказалась у Нэнси, если в прошлой игре мы увидели, что все подобные самоликвидировались? Да, ты права. Наивность главных персов. Посудите сами. Вероятность того, что простой смертный выиграет в интернет-лотерее полностью оплаченный тур на одно из самых дорогущих направлений в туризме крайне мала. Девчонкам Бэп завестись поучим чутьем или предусмотрительностью. Могли хотя бы пробить туристическую организацию. Недавно Бэс решила поучаствовать в интернет-лотерее и ей улыбнулась удача. Как известно, аферисты промышляют в людных местах, но сегодня они проникли всюду. И мы, естественно, согласились. Алло! Алло! Одно алло! И вы вляпались. Пилот гидросамолета мог бы и задержаться на земле. Убедиться, что полет прошел нормально, что пассажир благополучно пережил приземление. Также его нисколечки не напрягло, что какого-то хрена девушка, которую он уже привозил на остров, мчится со скоростью флэша и машет руками, явно привлекая внимание к себе. Связаться ни с пилотом самолета, ни с турфирмой, увы, не получится. Иначе не сработает должный эффект полной изоляции и абсолютно необитаемого острова. И снова не прошло и трех минут, и опа! Головоломка! Грех ее в том, что игра никак не обозначает, нужно ли включить или выключить все огоньки. Вероятность того, что вы сходу угадаете, 50 на 50. Кто так вообще делает? Какой смысл запирать гидрокостюм на замок с паролем, который можно подобрать методом тыка? Если правда хочешь что-либо скрыть от посторонних, твоим услугам цифровой код. Его подбирать будет гораздо сложнее, и вероятность злома, следовательно, будет меньше. Интеллектуальное развитие приматов опережает развитие некоторых представителей вида Homo sapiens. На самом деле, игровой процесс во всех трех мини-играх с обезьянами интуитивен, и прибегать к помощи гайда вам вряд ли потребуется. Единственное, что может реально пригодиться, последняя страница, а так в топку. Некоторые растения анимированы, а некоторые нет. Нэнси не сможет взглянуть на газету до того, как сценарий разрешит. И снова к разговору о случайностях. Каковы были шансы, что какие-то там гибсоны стали счастливыми обладателями племянника знаменитой эгоцентричной петушары, имевшей колоссальное значение... На самом деле нет. В жизни одного из древнейших кланов Англии. Вы правы. Крайне малы. Клише 27, если что. Мы любим Куку, но его слишком часто пробивает на хавчик без всяких причин. Дуют попугаи или нет? Особенно на старшем детективе, где юный пернатый может лишь утешать игроков своими трюками, но никак не давать подсказок. Хотя, как ему отказать? Куку хочет фрукт! Чем бы вы не занимались, играя за Нэнси, Джесс так и будет сидеть и разглядывать инструкцию, и телефон будет отремонтирован только в финальном акте игры. В ящике лежало два паруса, но в инвентаре у Нэнси лишь один. Для вашего удобства, отсеков в этом аккумуляторе не один, а целых шесть. Шесть! 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 И заливать зенки аккумулятор нужно очень точно, иначе... ПОЖАР! А как преступнику удалось распечатать некоторые угрозы и инструкции? Он сделал это заранее, потому что был уверен, что все пойдет именно так, как он задумал? Детективы любят пожрать, но в данной игре они могут лишь довольствоваться несколькими фруктиками, тем самым отнимая хлеб у бедного пернатого. И да, съесть шоколадку тоже не дадут, поэтому ее съедим мы. Охуяк! Выш? Какой? Они уже надоели, почему они все равно смотрят, как я ем? Шоколад! Проблемой с 17-й игры осталось. При использовании рации может измениться место, где вы находились, до смены персонажа. А может и нет. Две практически одинаковые прощальные фразы в одном диалоге. Слушай, я нашла пару раций, теперь мы сможем поддерживать связь. Держи. Но здесь же лежит только одна рация. Симпатичный пернатый, будучи непривлеченным к делу, узнает такие вещи, которые девчатам и не снились. Знакомый попугай из Англии давал мне подсказки. Выручи по-братски. Возможно, подруга, возможно. Не угомонись! Подскажу за угощение. Все честно, все честно. Куку лучший. Куку лучший. Кажется, рации не работают, когда они слишком близко друг к другу. В этой игре рации не работают при близком контакте, только для того, чтобы вы не смогли увидеть лицо Нэнси при игре за джесс. Бесконечный запас топлива. Ей, батька, это Снандрес. А можно сюда? Угу. Ну, я не хочу на остановку. Поехали. По непонятным причинам в этой игре нужно следить за состоянием яхты. Но можно забить хер на гольф-карту. Лавировали, лавировали, да не вылавировали. Новинка! По скорости пожирания пищи куку недалеко ушел от разнорабочих детективов. Мне лично, мне лично питаться нечем. Нэнси не додумается найти гуаву каким-либо иным образом. К примеру, сорвать плоды с деревьев или подобрать их с земли, или тупо отнять у обезьян. Воруй, убивай. Или приматы обладают монополией на все виды фруктов и всякого мусора. Если бы у горы вселенской дебильности была вершина, головоломка с расшифровкой дневника оказалась бы на ней, наряду с головоломкой из предыдущей игры. Беда в том, что даже несмотря на подсказку, ни на одном уровне сложности нет ни единой известной заранее буквы. И это привносит в игру изрядную долю садизма. Вам нужно постоянно переставлять буквы, экспериментировать с союзами, пытаться понять, какие буквы могут или не могут быть на том или ином месте. В общем, придется нехило заморочиться. И то не факт, что у вас в конечном итоге получится цельный текст. Люди, терзаемые подобными проблемами, создали целые алгоритмы, как решать подобные загадки. Но разве нужно настолько загонять игрока практически в самом начале? Наличие сложной головоломки в конце было бы оправдано, а так... А знаете, в чем заключается самый Батхёрд? На каждой странице значение каждой буквы будет нужно определять заново три раза. Вы все еще считаете, что расшифровывать этот дневник адекватная задача? Ты не можешь, потому что ты не можешь! Ты прав. Если бы добавили расшифровку хотя бы одного слова по умолчанию, то эта головоломка была бы весьма решаемой. Хочется прибавить еще 500 грехов за нее, но, как вы заметили, в третьем сезоне мы этого не делаем. Ибо объективность. Почему при расшифровке бычьего дневника мы переводим на английский язык, а не на испанский? На ваше счастье, нет необходимости переводить весь дневник. Нэнси автоматически доделает за вас всю работу, как и раньше. И как Нэнси поняла, какие символы являются частью текста, а какие нет. Яхта волшебным образом восстанавливает все повреждения за кадром. Все испортил! Утомительный сбор всех посланий в бутылках ради пасхального яйца. И нет, тут не пахнет никакой романтикой. Только пасхальными яйцами. Эта игра намекает на то, что приматы целыми днями собирают кокосы, ждут людей, чтобы сыграть с ними в игру «Привет, Джейн». Вместо того, чтобы следовать инстинктам, обеспечивать пропитание, заботиться о потомстве и так далее и тому подобное. Самый рандомный пазл в моей жизни номер 7. Он написал о сокровище? Кажется, да. Да, пизда. Бесконечно генерирующиеся падающие камни. Лезть на высоченную гору? Я тебя вижу, гора! Отсылка! Без страховки и должной подготовки, когда на вас постоянно падают камни? Ну, разумеется, блядь. Все эти опасности Нэнси ничуть не пугают, а вот парочка другая обезьян. Это непреодолимая преграда. Без страховки и должной подготовки, когда на вас постоянно падают камни, а вот парочка другая обезьян, а вот парочка другая обезьян, а вот парочка другая обезьян. Дебилис подводного судока вывешивает настолько сильно, насколько это возможно. Игра предлагает два варианта решения, не считая третьего, который мы по традиции не рассматриваем. Хитрые читеры. Решать головоломку в режиме реального времени, тратить запасы баллона, а затем постоянно возвращаться на базу для дозаправки, а потом снова возвращаться и продолжать решение. Сделать скриншот или перерисовать головоломку. Прислоить каждому цвету свой номер, поверьте, так проще. Решить на бумажке, а затем перенести решение на экран. Также некоторые цвета очень похожи, и чтобы их отличить, придется затратить неопределенное количество времени. Игра попросту давит на вас сразу несколькими факторами. Удобно, не правда ли? Кошмар какой. Интересно, кто его мог придумать? Скорее всего, тот, кто решил мне отомстить. Так, посмотрим. Если учесть всех ненормальных, которые по твоей вине оказались в тюрьме, а также их родственников, друзей и знакомых, плюс кучу тех мизантропов, которым вообще никто не нравится, что получим? Более тысячи человек? Это самая глупая шутка, которую я слышал! Бесконечные раковины. Игра не объясняет, как Нэнси умудряется таскать все предметы из инвентаря всюду. И под водой, и при подъеме на скалу. Кажется, у нас за все игры собрало такой огромный багаж, и как ебаный скопидамок ходит с ними за спиной, прикинь, и носит их, носит, носит. Игра также не объясняет, откуда у Гибсонов аппарат для пополнения запасов газовой смеси баллона, и на какой объем он рассчитан. Учитывая, сколько Нэнси пребывает под водой в этой игре, запасы должны быть внушительными, а это не дешевое удовольствие. Волшебные барьеры держат Нэнси подальше от акул, осьминогов и прочей опасной морской живности. Кто хочет поплавать с акулами? К акулам лучше не приближаться! Ой, акул беспокоиться не стоит. К акулам лучше не приближаться. Представляешь, мне пришлось нырнуть под воду с аквалангом, чтобы выполнить то, о чем пишет Аль Торо. К акулам лучше не приближаться! С аквалангом? С ума сошла? Здесь одни киты да акулы. Акулы наши друзья! Джесс, это только в кино акулы на всех набрасываются. На самом деле, они редко нападают на людей. Особенно, если живут в неиспорченной человеком экосистеме, и если вокруг много рыбы. Я не буду их трогать, и они меня не тронут. Это знают даже дети. Некоторые вторые шансы уж слишком жестоки по отношению к Нэнси. Игра нагнетает излишнюю загадочность в адрес обитателей острова, которых как бы нет. Проблема не здесь, она там. Они нападают. Они вредят нам, похищают, убивают нас. Может, хватит уже винить себя и подумать, зачем? Мы не единственные люди на острове, и мы это знаем. Словить морского ежа, брошенного прямо в руки? Бедная обезьянка, жестокая Нэнси. Нэнси Дрю и бедная обезьянка. Это следующая часть, кстати. Коллекционируем мусор с Нэнси Дрю. Даже прикольно. Я по всему острову нахожу какие-то цветные диски. Они нам как-то помогут? Надеюсь, да. Да, пизда. Хм, они, наверное, тяжелые. Но тебе все равно кажется, что их стоит собирать. Знаешь, Нэнси, если тебе когда-нибудь надоест раскрывать чужие тайны, ты сможешь коллекционировать хлам. Ха-ха-ха-ха! Как мясно! Нэнси серьезно полагают, что обезьяны ответят ей? Ау, это же не Дисней, а не Тарзан. Мне тоже так кажется. За всю игру Нэнси контактирует с дикими животными, летучими мышами, обезьянами, потенциальными источниками различных инфекций, иробиологи негодуют. Но завершает расследование целой и невредимой. Мистика, блядь! Я бы уже по-любому от спида бы сдохну. Бесконечная веревка. Если следовать схеме в дневнике бычка и обвить веревку 7 раз, вы никогда не решите эту головоломку. А бычок умел троллить. Выяснение личности главного гада в этой игре практически отсутствует, поскольку за все время вы видите единственного подозреваемого. И если карты отмеченных расследований и газетой из прошлых дел не навели Нэнси на конкретные мысли, то фирменная записка с угрозами а-ля БТ Казур должна была. Видимо, Нэнси пора на покой. И как Джесс не заметила, как кто-то прикрепил записку к одной из балок? И не говорите, что он не оставил никаких следов. Значит, вы не заметили ни следов на песке, ни следов шин? Может, видели все же что-нибудь необычное? Ты задаешь слишком много вопросов. Меня зовут Джонни Ролл. Я из Кингстона, с Ямайки. А сюда приехал порыбачить в местных водах. И втираешь мне какую-то дичь. Уловить смысл многих зашифрованных надписей дневника можно, даже не зная секретного кода. Но эти триггеры... Как Нэнси читает книги и пользуется записной книжкой под водой. Реализм на уровне спанч-боба. Хорошо, хоть можно погреться у огня. Эй, мы же под водой, а огня не может быть. Тот факт, что разработчики учли такую вещь, как и сонная болезнь, флюс к реализму и большой флюс к опилочку смертей. У нас на канале, кстати, недавно вышла подборка вторых шансов. Ну-ка быстро заценили, блядь. Ай! Ой! Какой ужас! Кошмар какой. В этой игре диалоги предполагают выбор между двумя видами реплик. Пессимистичными и оптимистичными. На геймплей это не повлияет, на диалоги тоже. Разве что можно выбить ачивку. Я бы, кстати, выбирала всегда пессимистичные. Я не знаю, как остальные. Дебильный квест с нахождением одной единственной палочки. Почему, говорите, Нэнси не может просто забрать жердочку, оставив попугая ни с чем? Ведь это всего лишь на время. Да, немного жестоко, но когда жизнь подруги стоит на кону, все средства хороши. И, кстати, мелкий, хоть и симпатичный засранец, дважды разведет вас сначала на хавчик, а потом на свой древесный трон. Пиздец, блядь, даже, блядь, ёблый попугай ее разбудит. Ей прям пора на покой, нахуй. Она уже слишком старая для такого дерьма. Как главгаду удалось побывать в Париже, Венеции и Альберте в режиме инкогнито, да еще и в то же самое время, что и Нэнси. Головоломка с астролябией не имеет смысла, поскольку искомые острова можно обнаружить простым перебором, и это гораздо быстрее. И, конечно, Нэнси не додумается осмотреть некоторые острова после того, как прочитает о них в дневнике. И опять же, найти пещеру с нужным по сюжету летучими млекопитающими можно наобум, даже если вы не знаете, где и что искать. На самом деле, некоторые указанные в брошюре частоты сигналов, которые издают некоторые вид летучих мышей, слишком малые. А мы говорили, что твоя привычка до добра не доведет, Нэнси. На этот раз твое любопытство запихнуло тебя в пещеру со специально расставленными ловушками. Она, блядь, очень любит пещерам жароебиться, вы не находите? Она постоянно где-то жароебится. Да, это было глупо. Иди по дороге, которая делит остров пополам, и поверни направо, когда увидишь следы от машин на земле. Я в пещере, которая закрыта огромным камнем. Прием! Держись, я скоро буду. Конец связи. Я даже не знаю, что из этого выглядит невероятнее. То, что Нэнси идеально точно запомнила дорогу до пещеры, или то, как она идеально описывает маршрут. И нам повезло, что Джесс не страдает топографическим кретинизмом. В отличие от меня, блядь. При игре за Джесс вы все равно услышите голос Нэнси, если слетите со скалы. Даже прикольно. Нэнси в беде! Джесс, пиши на помощь! За всю игру мы не увидели практически никаких личных вещей, принадлежащих троице детективов. Кроме браслета Бесс, конечно. Отправляться на отдых без багажа? Нынче тренд. Очередной пазл, сотканный то ли эпилептиками, то ли людьми с чрезвычайно абстрактным мышлением. Как простому смертному догадаться, что кусочки нужно собирать не так, как на изображении, которое вы только что увидели, а в рот наоборот. Тем более, если играете впервые. Из всех игровых предметов, что обезьяны могли украсть, им понравилась именно монета, нужная для сюжета. Блять, еще что-то кто-то кого-то удивляет? Вот это я не понимаю. Ого! Что это было? Ты о чем? Прием! Ты на улице? Нет, а что? Прием! По-моему, нас кто-то подслушивает. Как Нэнси поняла, что их кто-то подслушивает. Этот мини-квест поможет Джесс на своей шкуре прочувствовать, каково это Нэнси быть разнорабочей и безотказной девочкой на побегушках у всех нуждающихся. Даже прикольно. Нэнси опять-таки повезло, что заначка членов экипажа бычка до сих пор находится в песке и не найдена случайным туристом или охотником за сокровищами. Не вынесено морем в другое место, ну и так далее. Ох уж эти бесценные минуты сокровища искательства с Нэнси. Снова запутанная головоломка. Цель – воссоздать форму совы. А вот тот факт, что нужно использовать лишь некоторые трафареты, не совсем очевиден. За всю игру Джесс, будучи занятой починкой телефона, откажется от разговора с Нэнси лишь раз, когда будет по-настоящему занята. У тебя есть фонарик? Хм, фонарик? Нэнси в этом доме чаще всего используют лампы. Но у меня все равно их нет, а есть целая упаковка палочек, которые светятся в темноте. Вот твои палочки. Спасибо. Головоломка с GPS на первый взгляд может показаться невыполнимой. Но на деле она весьма логична и это типичный пример непростой, но вполне решаемой математической задачки в серии игр на Энси Дрю. Кстати, в этой игре математических головоломок несколько и плевать на некоторую сломость. Единственная проблема, которая может возникнуть при прохождении «Вы?» – гуманитарий. Поздравляю! Задачка станет гораздо проще, если вы определите цену деления одной клетки по отношению к широте и долготе. Сравните расстояние между известными координатами по клеткам и получится, что цена деления равна 3 минутам. И, разумеется, величины растут снизу вверх и справа налево. Конечно. Игра запутывает своим пещерным лабиринтом, поскольку нет никаких намеков на то, в каком именно направлении стоит плыть. Здесь есть направление «Безопасно», а есть «Войти». И куда плыть? В конечном итоге, нужный нам выход расположен рядом со знаком «Ядовитый» и якобы ведет к ядовитым стражам, которых как бы и нет. Лишний раз убеждаемся, что бычок – тот еще тролль. Даже прикольно. Как уловить связь между словами и символами без подсказок? Какое совпадение, что здесь находится полный баллон воздуха? Значит, кто-то уже здесь бывал, но не стал заморачиваться с часами? И нам повезло, что этот кто-то не спиздил ключ, без которого ни Нэнси, ни Вес не смогут выбраться. Дебильная головоломка с песочными часами. Во-первых, не факт, что вы заметите мааааленькую подсказочку в дневнике бычка. Во-вторых, эта подсказка лишь намекает на порядок, в котором желательно нажимать на часы. В-третьих, вам все равно нужно потратить какое-то количество времени, чтобы разобраться, насколько различается скорость течения песка во всех часах. Я советую вам ориентироваться на часы у Мельдад, поскольку в них она наиболее стабильна и легче синхронизировать остальные часы. Удачи! По-моему, я что-то перепутала. Мясо! Брызги крови! И, конечно же, только Нэнси смогла подобраться к кладу бычка максимально близко. Классика, нахуй. Энциклопедические знания Нэнси в который раз поражают. Даже прикольно. Тот факт, что Нэнси не забрала себе оба найденных сокровища, или хотя бы их часть, лишний раз говорит о том, что ей не здоровятся, и она теряет жидохватку. Несколько вопросов к Джонни Не Шримп Роллу. Как он узнал, что Нэнси не просто устроила заплыв в синюю бездну, но и что-то оттуда забрала? Как он вообще узнал, что Нэнси окажется в ней в строго прописанный промежуток времени? Даже если он за ней следил, как бы он успел так быстро добраться оттуда до Пальмового пляжа и сделать вид, будто бы ничего не было. Как ему удалось переместить настолько большой валун с такой скоростью? Он точно не Марк Руффало? В этой игре есть настоящий неожиданный поворот. Я хочу знать правду. Кто вы на самом деле? Меня зовут Джонни Ролл. А честно? Я не с Ямайки. Я австралиец. И моё настоящее имя Джон Пул. А честно? Помнишь меня, Нэнси? Ах, шит. Here we go again. Ничего себе! Вы тот парень из Нью-Йорка. Вы посылали Рику Арлену письма с угрозами. Дэвид? Нет. Дэниел. Дерек. Дьюит. Дик. Дрейк. Дилан Дура! Дилан Пауэрс! Точно Дилан Пауэрс! Не ожидали, да? В играх Нэнси Дрю это редкость. Правда, весь драматизм момента будет загублен, если игрок ещё не прошёл опасность за каждым углом. Эх! Разработчики доказали, что умеют удивлять и что могут давать второй шанс низкосортным злодеям. И если Дилан во второй игре был практически никакущим, непроработанным и неуклюжим антагонистом, то здесь он предстаёт едва ли не лучшим, раз уж ему удалось разделать Нэнси практически в сухую и стали изящно манипулировать. План Дилана, конечно же, опирался на огромное количество случайностей и совпадений. Не лучший план. Но детективы всё же купились на него. А Нэнси по собственному желанию починила GPS, вернула компус, сигнальный флаг, тем самым обеспечивала ему план отхода. Покажите мне ещё одного злодея, который смог бы так натянуть наших неглупых, но наивных детективов. Таинственное исчезновение монет. Что бы делала Нэнси, если бы обезьяны не нашли разноцветный диск со слон? Ведь Бучок не писал в своём дневнике про тайник, в котором он предположительно мог бы храниться. Учитывая прошедший промежуток времени, маловероятен такой внешний вид скелета и его нахождение в подобной позе. Это же скелет! Кучу костей, видишь? Ему нечего тебя переварить! Ой-ой-ой! Всё испортил! В эпилоге говорится, что гибсоны смылись на неделю, оставив бедного попугайчика на полном самообеспечении. Извергин. А это типа фишка эко-гостиниц, отсутствие номеров как таковых, а также туалеты и прочих удобств. Если вы искали отели в интернете, то скорее всего заметили. Один и тот же номер на разных сайтах стоит по-разному. Как же быть? Тревага ищет за вас, за вас и сравнивает цены свыше 600 тысяч сайтов. Более чем 100 разных отелей больше не нужно искать часами и переплачивать. Тревага поможет найти идеальный отель по оптимальной цене. Отель Тревага. Подводя итог, хотелось бы отметить. Несмотря на то, что игра далеко не идеальна, она исполнила давнейшие мечты всех фанатов. Показала на экране лучших подруг упорного детектива, уже не любителя, и нам даже дали возможность сыграть за одну из них. Кстати, запомните их такими. Впоследствии их ждет постоянное ремоделирование, порой не совсем удачное, так что лучше уйти на закате. Также игра впервые ввела в сюжет злодея, уже фигурировавшего в прошлых делах, и представила его в новом свете. Если они смогут повторить этот успех в дальнейшем, честь им и хвала. Проигрывать всегда горько. Из того верить в свою правоту, и все равно проиграть. Да, вам страшно. Да дрожи в поджилках. Но вот вопрос, чего ради? Трястись? Бежать от судьбы? Ты ее все равно не минуешь. Она уже здесь. И зовут ее. Дилан Пауэрс ДИЛАН ПАУЭРС Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Вы перепарились. Нэнси наебала попугайчика и так и не отдала ему жердочку. Жидо Нэнси после длительного пребывания в условиях гипоксии в закрытой пещере потеряла интерес к денежным средствам. Вокальные данные попугая просто поражают. Вот это да! Другие просто отдыхают! Нэнси мразь, сказал Валера Архидов. Я очень хочу есть! Я очень хочу есть! Я очень хочу есть! Нам присылали грех в стиле, Нэнси могла бы взять лопату и зарубить с минога ради пропитания и быстрого решения головоломки, но... Мы ведь не дикари. В следующей серии. Нэнси, по коридору бегать запрещено. Спустя 2 часа. Она все еще мотает головой спустя 2 часа. Отрикошетила чисто от океана. Видели? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С юбилеем, сучата!